Я вот сейчас кофейком пробую вот эти кокосовые чипсы, которые когда-то Фикси покупала, вам показывала, боже, какие они классные, смотрите, вкусненькие, прикольные, очень обычные, если буду видеть, обязательно еще возьму, но, конечно же, они такие калорийные, пипец просто, но очень вкусные, поэтому, кто хочет попробовать и видит их, то обязательно попробуйте. Помните, я показывала в наших покупках булочки, вот эти вот, для гамбургеров, наконец-то, сегодня я отведаю гамбургеров, Юра делает, тут 6 штучек их, мягкие, вот такие, бывают иногда такие какие-то подороже, они вообще мягкие, мягкие, а эти такие, ну, в общем, средние, не сильно мягкие, вот фарш тут замешивает, еще будет у нас, что у нас еще будет, лук, вот такой сыр купили, чизбургер для наших гамбургеров, сыр-чизбургер для наших гамбургеров, так, что ты еще будешь добавлять? помидор, да? Угу. И что еще добавляется? Сыр, лук, огурец, да? Да не, огурец, мне кажется, нафиг. Не будешь? Да, ну, там такая булка такая, вот, все налепить туда и есть невозможно. Ну, ясно, ладно, в общем, вот тут вот, думаю, на 6 этих котлет для гамбургеров хватит, пожарим котлетки, а потом уже будем делать начинку, покажу вам, что будет получаться у нас. Что тут у тебя, расскажи, а что ты делаешь? Угу. А я хочу такие же, как ты мог, да, ну все. Они не пересохнут? Не знаю. Блин, ну, Юра. Чтобы узнать, надо экспериментировать. Ну, странно, мне бы положила обычно булки, нафига ты их так, я не знаю. Чтобы экспериментировать? Не знаю. Вернее, чтобы узнать. Юра, в могло, если вообще-то булка не поджаренная, тебе дают ее... Какая? Ну, как не поджаренная? Если открываешь, она поджаренная и кетчупом смазанная. В общем, не знаю, тут что у тебя уже. Ой, уже котлетки жарятся. Ты уже только... А, вон еще 4. Здесь 2. Ладно, только не пересуши, это будет сухарик какой-то. А соус-то какой будешь делать? Просто майонез? Просто кетчуп. В смысле, так майонез же нужен еще? Да, да, да. Майонез между слоями, между мясом. А, ясно. Ну, ладно, давай посмотрим, что у тебя здесь будет получаться. Караулит. Смотрите, в каком она костюмчике. Какой я тут одела маечку. Змерзла, малая. Скажи, мерзнем мы тут дома, да? С такой погодой, скажи. Это лето. Скажи, разве это лето? Скажи, я мерзну. С кровати не могу выйти. Под покрывалом, под одеялом лежу. А тут пришлось вон и примарафетиться, маечку одеть. Да, дизенка? Я тоже вон мерзну. У нас как-то. Почти зимний. Так что ни одна ты не мерзнешь. А что делать? Ну, лето такое. О, поджарились. Вот все, мне кажется, больше не надо с этой стороны, да? Такие уже. Ой-ой-ой. Еще и капуста будет? Такие будут. То есть я в гарю булочки, да, здесь положу этот капустный лист, потом котлету. Потом, ну, сразу смажу кетчупом. Ну. Смажу булочку тут и тут смажу булочку кетчупом. Ну. Все, потом положу эту штуку. Тут листья салата. Да, листья салата. Потом уложу вот эту штуку. У нас пекинка будет салата. Вот эту штуку уложу. Котлеты, так называете. Котлеты, потом сыр, потом помидорчик, потом майонез, потом лист и потом обратно. Ну, ты видишь, что здесь булочка не обжаренная? Это как на картинке. Я уже, блин, хочу. У меня уже желудок скоро свернется от ожидания. Нет, не надо. Смотрите, какие булочки. Булочки поджарились на солнышке. Красиво. Загаром. Булочки с загаром. Юра сразу тут разделил. Типа его и типа моя. Почему это моя, это твоя? Мне менее горелая? Да нет, они одинаковые. Кажется, здесь разрушенная у нас дна. А здесь, видишь, такие все красивенькие. Хорошо. Вот, все красивенькие. Чик-чик. Вот, сейчас будет, я говорю, как маленький, будешь есть мушки. Да, он уже котлетки зато, что ты его сильно пережариваешь, мне кажется. Почему? Чуть поменьше, но. Чтобы сухие не были просто. Все, отлично. Думай? Конечно. Вставай. Думай? Думай и положишь мне это. Все. Не думаю, я знаю. Все, еще вверх, вставай. Это мне на чем-то пожарить себе, скажем. Чего его пожарить? Мне кажется, надо еще поджарить. Нет, не поджарить. И еще две осталось. Илька, наверное, поджарить на ней. Короче, делай как хочешь, я буду пробовать, потом оценю. Я уже тут с линой захожу, все, он все готовит. Сколько тебе еще? По времени. Все уже почти? Угу. Ой, наконец-то уже буду скоро пробовать. И сыр такой красивый, желтый прям. Вот красавцы тут такие. Ой, блин, пока дождешься, если ну и зайдешься. Оп. Это моя порция, да? Угу. Моя тарелочка. Ну, вот, смотри. Красивенький. Все, давай, ставь свою, накрывай. Все, мы пойдем кушать, пробовать, наслаждаться. В общем, я уже не могу прям слюна тесчет. Наконец-то дождалась свой вкусный гамбургер с красивым сырком. В общем, пошли мы кушать. И всем желаю, как всегда, приятного аппетита. И теперь моя очередь приготовить какой-то ужин. Вот остатки этого кабачка. Я его потерла. Цукини. Потерла на мелкой-мелкой терке. Здесь немного он был, малюсенький совсем. И не знала, куда его применить. Буду делать вместе с фаршем вот такие вот котлетки. Типа овощные, типа мясные. Дальше здесь у меня одно яйцо. Сейчас еще порежу небольшую луковицу. Соль, перец, сладкая паприка. Здесь укроп свой домашний добавлю. Это тоже какие-то домашние приправки, смесь. В общем, будут у меня такие котлетки называться. Что в голову пришло, то я приготовила. И на гарнир, наверное, сделаю гречку. Что-то мы давно не кушали. Сейчас быстренько все тут замешаю, забацую. И буду уже бросать на сковородку, обжариваться. Вот какой у меня фарш получился для котлет. И я еще их обваляю в муке. Вот у меня уже первая партия тут жарится. Только положила и уже поставила воду на гречку. Вот она уже почти закипела очень быстро. Сейчас будет вкуснота у нас на ужин. Кстати, ни разу не пробовала делать такие котлеты. Но я знаю, что такое есть. Это мой такой эксперимент сегодня. Но я думаю, ничего плохого не будет. Мне кажется, будет очень нежно и вкусно. Кто-то делает котлеты, там картошку добавляет. Вот у меня будет сегодня впервые добавлен цукини или там кабачок. Потом будем пробовать. В конце я вам, конечно же, скажу, как это вкусно. Или очень-очень вкусно. В гречку я, кстати, всегда добавляю небольшой кусочек масла сливочного. И не люблю, когда гречка такая получается густая. Я люблю более такую жидкую, что ли, водянистую. Сейчас она уже почти готова. Будет еще запариваться. И мои вот котлетки жарятся. Пару штук я уже сняла. Осталось попробовать. Пока у меня там все жарится, я себе решила тут сделать десерт. У меня здесь ягоды, смородина своя, малина, клубника. Сейчас сделаю смузи. Добавлю немножко молока. И вот у меня вот эти вот кружечки есть. С трубочкой. Будет очень удобно пить. Тоже, кстати, почти все дожарила. Вот что у меня получается. Целая чашка полезный, вкусный напиток. Думаю, что будет очень вкусно. Смородина не пробовала. Но я просто не люблю. А кажется, у меня в смузи будет нормально. Смотрите, у меня кружка прям по цвету блендера. Котлетки наши дожарились. Готовы. Сокроем. И здесь у меня уже почти настоялась гречка. Погода у нас тем временем испортилась. Блин, такой ужасный ветер поднялся. Прямо какое-то штормевое предупреждение. Смотрите, как ты ее гнет. Ужас. И вон уже все черное. Мрак. Ветер очень сильный-сильный. Сейчас как даст, так даст. Вот наш вкусный ужин. Это салатик, который Юра готовил в обед. Надо доесть. Гречка, котлетки. Это моя порция. И у Юры тут побольше. Тоже котлетки, гречка и салатик. Я, как всегда, желаю приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами, завтракает, обедает, ужинает. И мы тоже пошли наслаждаться. Я, кстати, котлетку уже попробовала. Очень нежная, вкусная. Так что рекомендую тоже приготовить. У меня тут такой вечерочек с чаем малиновым и с черникой. Юра насобирал мне тут мисочку небольшую. Ммм, такая вкусненькая. Красивая. Такие ягодки большие. Наслаждаю здесь. Подпитываюсь витаминами. Продолжение следует.